Они плачут, людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть по всеми рядом, маленькие дети, многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. И казалось бы, искренне, ведь их родина сейчас в огне. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия. Они призывают остановить зло, правда так и не называя непонятную спецоперацию войной. Они двое суток сидят в бомбоубежище, маме 79 после микроинсульта, моя дочь плакала два дня и вчера сказала мне, мамочка, я не хочу умирать, я не имею права плакать, когда разговариваю со своими, потому что и говорить ничего не имею права. И только услышав шелест купюр, прячут раздирающее сердце куда-то поглубже. Оно мешает зарабатывать. Вот буквально в начале войны Меладзе молил остановить кровопролитие. Люди не должны погибать, это нужно прекратить. А спустя месяц поднимают бокал за здоровье русских. А чего же не поднять? За человека, который готов заплатить Меладзе сейчас 70 тысяч евро. Сколько это будет стоить выступление? Вот эти 30-40 минут. Выступление 1000 евро. Сколько? 70 тысяч евро. Закрытый корпоратив прошел в Санкт-Петербурге в марте этого года. А вот еще одна наша псевдопатриотка. Она выставляет фото, как ее мама с детьми прячутся в подвале во время бомбежки. Но тут же, как и Валерий, не брезгуют подзаработать. Несколько вопросов по количеству людей в коллективе. Технический райдер по оборудованию, по перелету и, соответственно, что в гримерку там и так далее. Нет, нет, я напрямую от заказчика. Заказчик – это крупные российские бизнесмены списка Форбса. Я поняла. Все хорошо. Я подготовила все, и все вышло. А что? Жизнь-то сейчас дорогая. Вон и Лолита призывает власть русскую отдуматься и цены снизить в магазинах. А то кушать не за что. Единственное, что поражает теперь у нас, там, где мы патриоты и мы дома, цены. Слушайте, я все понимаю про санкции и со всеми это все разделяю, поскольку живу здесь. Но нельзя же так зарабатывать на своих. Нельзя же обдирать людей до последнего. И вот в этой всей истории самым искренним оказался Тарзан – тот самый муж Наташи Королевой. Пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. И тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там, существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Так самозабвенно говорить о невозможном геноциде со стороны русской армии мог только Жириновский. Малороссия, Новороссия, вся Восточно-Южная Украина – это российские земли. Но так как он помер, кто знает, может, Тарзан решил заняться политикой, раз и стриптизом не срослось, и решил в лучшей манере Вольфовича провозгласить, что русские солдаты, конечно, на такое не способны. И на такое. И на такое. Когда русский солдат, солдат русской армии, не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру? И пока Наташа тихонько молчит, слово взяла теща стриптизера. Я переживаю и страдаю вместе с вами. Верю, что этот ужас скоро закончится. Молю Бога, за каждого из вас мое сердце с вами. Она отписалась от взятия и поддерживает украинцев. А псевдопатриотам хотим передать слова украинского поэта Виктора Баранова. Украинцы мои, дай вам, Боже, и счастье, и сил. Можно жить и хохлом, и не сгиркнув этого хлебина. Только кто ж колись небо нахилит до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами, вкраина.